Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. По вашим просьбам записываю видео, как проверить, работают ли составы для ламинирования, либо нет. Ну что, поехали! Сразу проверим второй состав. Для этого нам нужна обычная краска для бровей и, соответственно, второй состав. Нужно просто краску смешать со вторым составом. Через 15 минут у вас должно произойти окисление краски, потому что во втором составе у вас находится перекись водорода. Пока у нас происходит окисление второго состава, мы с вами протестируем первый состав. Первое, что нужно сделать, это проверить pH. pH первого состава должен быть 9,9,5. Если у вас pH ниже, то состав работать не будет. Для этого нам нужны pH-индикаторы с уточненной шкалой. Наносим первый состав. Мы видим, что индикатор моментально поменял цвет. И pH первого состава 9,5. В каких случаях pH может снизиться? Первый вариант – это если ваш состав перемерз. Если состав перемерз, работать он не будет. Второй вариант. Баночку оставили открытой. Углерод, который находится в атмосфере, соединяется с вашим составом. Образуется угольная кислота, и она понижает pH. Поэтому состав работать тоже не будет. Если в баночке осталось очень мало состава, то состав может работать медленнее. И pH у него тоже будет ниже. Как еще можно проверить? Просто берете осветленную прядь, потому что на ней результат будет быстрее. Вам не нужно будет долго ждать. И наносите первый состав. После нанесения ждете 3-4 минуты. Теперь мы берем прядь и смотрим. В верхней зоне волос очень упругий. То есть его согнуть достаточно сложно. В нижней зоне, там где у нас нанесен состав, он очень мягкий. Он легко гнется на ощущение, как вата. И когда вы волос натягиваете, он растягивается. Это, кстати, вы должны понимать при ламинировании ресниц. Если вы очень сильно натягиваете ресницы и наносите первый состав, то ресницы растягиваются. А потом, когда обратно отпускаем, видите, они не возвращаются в исходное положение. И из-за этого могут кучерявиться. Если особенно неправильно нанесли второй состав. Показатель того, что первый состав работает, это очень мягкий волос, который гнется абсолютно в любом месте. И хорошо растягивается. За счет того, что у нас сейчас разрушены все десульфидные связи, и он не возвращается на место. И как раз прошло 10 минут, уже видно, что наша краска, она окислилась и поменяла цвет. Стала темная. Это значит, что перекись водорода H2O2 разложилась, и у нас произошло окисление оксидационных пигментов. Вывод. Второй состав работает. Таким образом, вы можете проверять абсолютно все препараты, которые в своем составе содержат тегликриат аммония, либо цистамин гидрохлорид. Надеюсь, видео для вас было полезным. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok